Синие как парицы, друзья, на связи Данке. Сегодня я вам покажу бой формата 3х3. Играл с случайными игроками. Ну, здесь было интересное взаимодействие у меня с игроком красного цвета. Справа, соответственно, я желтый по центру. Хотел показать, как мы там героически сражались за большой контейнер, который выпал между синим и красным игроком. Давили до последнего с помощью героев. Размерка стандартная, если ничего нового не расскажу вам. Выходим героев в развертку, делаем асу, и будем отправлять ее куда-нибудь. Синий игрок изначально решил сыграть вот какого-то раша с помощью крепостей и штурмовиков. Сейчас я даже не очень понимаю, для чего делать крепость, отправлять ее на базу. Это все-таки Звездная Лига, 24-е звание. Крепость не то, что прямо имбовая, чтобы уничтожать базу. Скорее, это трата ресурсов. Единственное, что замедляет, может быть, только скорость развития сопротивленца. Большой контейнер мы пока захватить не сможем. Койота не справится, потому что, вот видите, до заказ крепости пошли от игрока синего цвета. Пусть будет сервер производится. Вот здесь, со своей стороны, я отправил асу, которая массово уничтожает пехоту оппонента на центральном большом контейнере. Ну и вторая от второго игрока пролетает, помогает тоже. Ну что ж, юнит. Здесь у нас такое сражение, попытка сразиться за большой контейнер. Вот противник сделал три крепости, каждая из них стоит 140, две крепости 280 и еще столько же, ну еще 140. Это 320, 400, даже 20 ресурсов, в общем, за то, чтобы захватить примерно такое же количество ресурсов с этого контейнера. Ну это инициатива в теории, ну не знаю, на перспективу, естественно, сделал три крепости, потом они у тебя только квоз съедают довольно много. Да и мне как будто кажется, что в этой лиге использовать крепости даже для захвата большого контейнера неэффективно. Ты можешь вместо того, чтобы сделать крепости, достроить дополнительные две ЦСки, или выйти в третий уровень штаба быстрее, выйти в герои. Ну в общем, можно что-то поинтереснее сделать было. Тех же там, не знаю, молдов, может быть даже, не знаю, или тайфунов, чтобы сражаться нормально за вот этот большой контейнер. Еще крепость, они сами по себе на этих званиях, ну, не то, что прям очень, противники не часто играют в массу пехоты, а крепости у них пулемет, огнемет, и все это в целом направлено только для того, чтобы уничтожать пехоту. Как видите, даже еле живую осу добить крепости не в состоянии. Может быть это еще из-за того, что прокачка плохая? Вот, ну видите, мы здесь в итоге в две осы захватываем вот этот большой контейнер, долго мы за него сражались, примерно 2 или 3 минуты, вот, но захватить смогли. Союзник меня даже за это благодарит, за то, что ему помог, он забрал эти контейнеры, выходит в развитие, переходит в следующий уровень штаба, делает Ягуар, в декабрад, значит штаб уже четвертого уровня. Здесь зеленый товарищ тоже вышел в развитие в четвертый штаб, филе этого играет Зевса Тайфун на базе у него. Здесь у нас выход уже в пятый уровень штаба, Берзовый, как и раз вообще, пошел в развитие прям молниеносный, как будто бы даже супра-ружие хочет сделать. Вот, ну и мы продолжаем развиваться, я выхожу в кречто, ожидая, что появятся какие-нибудь серафимы у противников, их хорошо сбивать можно истребительно, потому что на декабрадов на них не напасешься. Вот, сделал крота и говорю своему красному товарищу, а давай мы нападем на синего? Он только что потратил много ресурсов на крепость, у него замедленное развитие, вот, плюс мы разведали, увидели, что у него на базе СОП-ты ничего нету. Вот, и было принято решение мной, давай нападать, ну, соответственно, дал команду своему союзнику, сначала распротивился, не хотел атаковать, но я ему объяснил, он понял, тоже пошел со мной в атаку. Вот, и я приезжаю, вижу здесь, думал, завод Зевсов уничтожу, оказывается, это был завод Дамолта второго уровня, и зато я увидел завод героев второго уровня, вот, он начинает производить серафима, вставляет турели, чтобы они начали кдшиться, чтобы можно было потом новые поставить. Вот, использую кислотную бомбу осы, и бурка-то, соответственно, завод героев, но он недокачанно, видно, сносится моментально, и в этом бою это уже минус один игрок, игрок-авиатор ничего сделать не может, у него три вертекса, он пошел в масс-авиацию, но он не успевает помочь самому товарищу, ему уже тут штаб сверлят. Вот, а игрок с этой стороны не знает, что ему делать, он ожидает, что зеленый будет его атаковать, и если он поедет направо защищать синего игрока, ну, ничем хорошим тренируем не закончится, скорее всего, его будет атаковать, его базу, и он не сможет ее защитить. Вот, ну, видите, много дикобразов, конечно, пытается истребителем летать бурзовый игрок, уничтожает, фокусит дикобразов, там, на голос воздухе летаем, плюс у меня кречеты на перехват пошли, вот, сажусь на хвост, даю залп, в принципе, неплохо урон нанесли, но недостаточно. Три кречета, или сколько там, два выстрела, что ли? Вот, они не сбили истребителя противника, начинается у нас вот авиадуэль, в итоге два истребителя я ему сбил, сам потерял один, ну, и там, как раз, добили еще одного вертекса. Ну, и база синего игрока на этом моменте добита, остается два игрока, синий уже сделать ничего не сможет, бурзовый тратит свои ресурсы для того, чтобы, ну, истребителя, чтобы попробовать защитить игрока, отбить его базу, понятно, что не получится, мы уже неплохо подготовились, если бы не было кречетов, возможно, бы вертексы убили всех ягуаров, и мог бы еще синий игрок отстроиться, так, маловероятно. Здесь есть цербер от фиолетового игрока, на всякий случай, вот, и здесь уже зеленый игрок, атакует фиолетово, использует ядерную ракету, прямое попадание по зевсу в минус 20-30% кп, не то, что прям много, вот, и я решил поддержать своего напарника, отправляя свои истребители и выбивая тайфуны, сейчас, по идее, все тайфуны стреляют по левиафану, он на них более приоритетная цель, вот, по истребителям маловероятно, вот, сейчас переключились на мои истребители, ну, как минимум, это позволяет левиафану жить, идет расфокусировка целей у тайфунов, то есть они не стреляют всеми ракетами по одному юниту, а стреляют по всем подряд, и таким образом и Кречет у меня продолжает жить, наносить урон, и левик все еще жив, вот, и в целом противника, видимо, запутал, у него щиты, и Солярис поехали прям в туман, вот, ну, очень быстро Солярис теряет фиолетовый игрок, зевсы тоже просто едут в туман, с этой же стороны авиатор Берзо вообще разлетался, у него истребителей очень много, тут уже ЕГХ, если от красного игрока не дают синему игроку восстановить штаб, вот с этой стороны мы видим, что чуть подчахла у нас атака от Зеленого, у него нету в атаке практически Ягуаров, то есть его основной ударный кулак это левиафан и один Ягуар, там много дикобразов на поддержке, но как только сядет Хамелеон, возникнут проблемы, что вот эта пачка вертексов там, которая была, она может уничтожить всю эту армию на раз-два, вот, но здесь Берзо видит, что прилетел я к нему на базу, соответственно, надо защищать ее, а не атаковать эту, все дает чуть больше свободы, простора для действия зеленому игроку, вот, ну и здесь я под воздухом пытаюсь бить противнику, можно больше истребителей, Ягуар там пока просто стреляет, но поди их надо было вправить дальше вперед, атаковать аэродромы, с этой стороны я расставляю турели крота и хочу я уничтожить завод героев, там, потому что он третьего уровня и если я его уничтожу, то противник не сможет сделать Соляриса, вот, здесь вылетает еще Кречета там, пытаясь уничтожить на аэродромах истребителя противника, я их загорал на себя, даже, смотрите, пулеметы Кречета взбиваются, вертексы, бывает такое, вот, ну, конечно, теряю много юнитов, но и не даю Берзовому игроку накопить много истребителей, хотя, кстати, он на пятом уровне штабов, через три завода может еще кучу аэродромов поставить, для него это будет не проблема, вот, красный игрок пока смог подвосстановить свою армию, подкопить хамелеоны, их топливо в них, тоже накопить баки полные, для того, чтобы дымить без остановки, прям как смокдог, и сейчас пока мою пачку армию уничтожили, но зато вот красный продолжает атаку и, ну, в общем, авиатору здесь не жить, вот, с этой же стороны мы видим, что, ну, продолжается сражение, не получается у зеленого игрока добить фиолетов, казалось бы, уже бой 3 в 2, до сих пор мы не можем победить, смотрите, игроки жестко играют, сопротивляются, большие проблемы в том, чтобы их добить, хорошо, что, наверное, я в начале боя принял это решение, как можно быстрее уничтожить синего игрока, так мы могли, может быть, даже проиграть, потому что видно, что фиолетовый по силе как будто чуть сильнее, чем зеленый, ну, не знаю, по крайней мере, не получается продолжительное время, несмотря даже на мою помощь, зеленого добить, соответственно, себе не помогал, и они сражались где-то в центре, в Солярисе, в Зевсе, щиты, когда все это накапливается в критической массе, и как вам с этим сражаться сложнее, здесь места для маневр, не то, что прям много, вот, здесь отправляют до заказа, здесь количество уничтожили одиночных Зевсов, которые можно было уничтожить, вот, и они возвращаются там на базу, здесь чуть-чуть помогают, полетают, но, в принципе, все, на этом бой закончен, противники сдались, вот такой отбой, пишите в комментариях, понравился ли мне, понравился бой, буду стараться играть почаще, появится интересные бои, публиковать их в том числе, ну, в этом видео я просто рассказал даже ход своих мыслей, благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на канал, и всем удачи!